Ну, то есть они взяли антимага слишком рано, его законтрили Бладсикером, там, было очень тяжело выиграть, но на первой, на третьей там был ужас просто кромешный, вылетал Фурион всех, то есть на последней карте у них был Висп и Фурион, и вот просто настолько были зажаты оптики, что вот только кто-то выходит пофармить, там рядом с Т2-вышкой какой-то корп показывается, вылетает Эрспирид, попадает с Роллинг Болдером и Станом, туда пролетает Фурион, и туда еще делается Релокейт. И вот это вот постоянно на всей карте на протяжении где-то там 7 или 8 минут, и оптики просто не выдержали, написали ГГ, когда у них упала одна линия. Ну, когда у них упала одна линия, там уже, ну, то есть, там и до этого было понятно, что они не выиграют, но они написали ГГ, когда у них упала одна линия. В общем, их побили очень больно. Весьма жестко. Да. Ну, вот здесь я надеюсь, что все-таки будет нормальное противостояние. Мы вчера с Дашей комментировали и сказали то, что вот битва Digital House, с кем же они играли, я уже не вспомню. Вот мы вчера говорили, что... С Immortals. С Immortals, да. Digital House против Immortals должна быть очень интересной. Осталось 10 утра. Что, скорее всего, нет. Ну, я объясню, почему, я так думаю. Меня вчера вообще не произвели впечатление корейцы, они играли так себе. У них просто соперник был, ну, у них уровня, но если брать команду, там, которая играет получше, таких команд можно найти даже, вот, как мы видим, в Северной Америке, DC, оказались такой командой. Осталось 5 секунд. Собственно, вот. Ну, посмотрим, посмотрим, будет ли у нас какие-то интересности. Вич и Гейминг забирают себе Queen of Pain и Ликан Дропа. Digital House забирают себе Свенона и Сталкера, Пака, Бэйна. Как же, не просто будет здесь Ликану бегать. Как же все толсто у Digital House, контроля просто тьма. Тан Свена, Койл Пака, у Бэйна уже два дизаиблых хороших. Ну, там, ладно, сон можно снять волком, как бы разбудить себя, сделать кусь и разбудить. Вот. От ульты-то Бэйна никуда не денешься. Ну, от ульты Бэйна есть Сайлент. Вот, кстати говоря, все так хвалили Бэйна в начале патча, но на самом деле просто забыли люди, как против него играть. Если такой герой, как Сайлент, если такой герой, как Бадон, Бэйн против этих персонажей вообще ничего не может сделать. Да, тем более, ну, как бы, хайп-то был наведен из-за вот этого таланта, из-за Мома в паблике. Бэйн с Момчиком разваливает кабинеты. Я сам, между прочим, когда играл первые несколько игр, у меня как раз сначала я играл с Бэйном. И там совершенно неадекватные вещи делал, потому что, ну, я не мог осознать то, что все так жестко. Когда на меня нападал Вайпер под Энфиблом, я пытался убежать, только потом я понимал, что он вообще не наносит урона. А мой Бэйн бежит с Момом разваливать налево и направо. А потом играл против Бэйна, и там тоже были веселья. Но талант, во-первых, это все-таки паблик, во-вторых, талант переместили, и все это осталось в прошлом. Вот. Ну да. Как-то так и вышло. Ну что, по последнему пику остается ВГД и Диджитал Хаос. Диджитал Хаос забирает козочку. Козочку с Кокунью поставит ее на ром позицию. Или, погоди, куда? Куда козочка пойдет? Пак мид. Козочка сложная. Все-все-все, козочка сложная. Сложная. Ну, пока не ясно. Может быть, Найт Сталкер сложная. Ну, может быть, Найт Сталкер сложная и Чантра с на ром позицию. Тут Диджитал Хаос могут сыграть совершенно по-разному, как хотят. Слушай, у меня вопрос не по теме. Привыкли. Давай. Мы посмотрим Тайда. Тайд. Вопрос не по теме. А можно ли как-нибудь найти демку битого матча Империя против Нави? Хороший вопрос. Это прям супер, мне кажется, сложная задача. Это в рамках какой игры было? Это МДЛ, Финал. Ага. Я сейчас посмотрю. У нас вообще тикет есть? Ага, так, все. МДЛ, Вью. Сейчас буду искать. Так, 12 ноября. Ну, там вот есть три игры, но я сейчас не могу, к сожалению, глянуть, как бы. Нет, нет, это не то. Я нашел матч ID, посмотрим, можно ли его потом будет скачать. А что ты хочешь конкретно там увидеть? Ну, просто мне интересно, можно ли вообще скачать. А, можно ли, чисто сам факт. Сам факт, да. Кто знает там, что там происходило, может, что интересное и происходило. Но если она битая и не загрузится, то скачать быть нельзя. Так, ну что ж, пик закончен. Параллельно Ромка Резолюшн, последняя надежда СНГ, 414 крипов добил. Это 93,2% от тумарного ласт хита вражеской команды. Что? Ну, это статистику англоязычный статсмен выдал сейчас. Вилат ретвитнул, что Резолюшн закончил игру с ласт хитом 414. То есть враг вообще криппу не трогал? Ну, то есть, короче, сложить весь крипп стат вражеских героев, отнять от этого там где-то 7%, ну, 7,5%, ну, 7,8%, ладно, если быть совсем точным. И это будет, короче, ласт хит антимага. Нормально? Жестко. А я, кстати, нашел демку. И она даже загрузилась, но теперь мне страшно ее запускать. Вдруг это ящик Пандоры. Ну, сейчас-то я это точно не буду делать. Вдруг ты сейчас ее откроешь и все игры, которые есть в доте, сейчас они крашены. Так, да, я бы хочу открыть. В таком случае. У нас тем временем разбегаются команды. Да, вот, если вы не знаете, кто комментирует этот матч, наши твиттеры на экранах в данный момент. Можете подписываться. И, конечно же, подписываться на твиттер Вилата обязательно. Вот, пошел у нас подкоп от Сэн Кинга. Сэн Кинг моментально разваливается. Бульба неплохо впитал. Отступает Тайт Хантер. Очень танковый Тайт Хантер. Бьет своим якорем. Не могут его пробить. Но, правда, залитой отстанчик еще по-двоему. Квин оф Пейн нету блинка, поэтому это уже 2-0. Цепляют Стан Кинга. И Стан Кинг это 3-0. И еще и баунтируна достается первая, достается вторая. Короче говоря, если сейчас еще больше баунтирун заберут, то... Нет, больше баунтирун скорее всего не заберут. ВГДжейд, Тайт Хантера заберет 2 сейчас. Баунтирун. А на второй почему-то... А почему он побоялся? А мне кажется, он не побоялся. Мне кажется, он просто не подумал, что... Наверное. Пошел крипов блочить. Ну, может быть, блок крипов важнее сейчас, чем руна. Потому что, ну, если линия не будет пушиться в его сторону, то есть его там от XP отзонит Бейн, это тяжело будет стоять. В общем, начало получилось довольно интересное. Ты сейчас лишним преимущество DC. Более того, если сейчас они... Ну, как обычно бывает. Если у тебя есть преимущество, ты можешь очень легко слить начальное. За счет того, что фраги соперника будут давать значительно больше. Но если ты еще сам начнешь давить, то ты можешь дико засноуболить. И, скажем, преимущество в какие-нибудь 3000 на третьей минуте, это уже суперсерьезное преимущество. По XP, конечно, все не так здорово. Ну, вот они, собственно, фраги. По XP вообще смешно. 180 где-то экспириенсы ведут. И при этом так много по золоту уступают. Ну, это вот как раз-таки почему начальные фраги не так сильно решают. Потому что шмотки все равно ты на эти деньги особо не купишь. Ну, что-то ты побыстрее возьмешь, но это не сделает тебя настолько сильнее. Но если твои герои получат просто там по бонусному уровню, это значительно изменит все. Потому что способности они решают на первых лвелах. Минутка капитанства. Ну, у нас, собственно, опять паузы. Как бы у нас сегодня одно БО-3, поэтому мы никуда не торопимся. Мы еще даже успеем досмотреть матчи OG, наверное, на дремлиге. А сколько на дремлиге 4 игры OG, я так понимаю, да, параллельно? Ну, то есть они сейчас играют с Midofit. Это легкая для них по идее должна быть. А потом играет с Na'Vi. Да. Все, понятно. Пошел Хауль. Немножечко плотнее становится Тайдхантер. Поживает. Но Квинов Пейн без ХП. Да, Квинов Пейн мало того, что умерла. Ей не досталось баунти руну, так еще и Койква отзонил КВП очень сильно. Правда, там фласку еще не использовал Роя. Или Роя. Роя, наверное, правильно будет. Тайдхантера все-таки убили. Ай-яй-яй. 4-0. Аргентина и Амайка. Ладно, Аргентина... Почти Аргентина и Амайка. Бульба. Кстати, все-таки оффлейновый. Оффлейновый сталкер. Ну, такая, я бы сказал, дабла. То есть и Инча здесь подфармливает, и Бульба здесь находится. В итоге, кто из них на третьей позиции, я даже не могу сказать. Но они вдвоем. Они вдвоем прессуют Ликана. Что, кстати, довольно-таки неплохо, пока он третий уровень не получил. Нет феррол импульса. Побежал за ним скелет. Курса. Нужно быть аккуратней. Сверху тоже дабла, но здесь как-то Свен с Бэйном разбираются пока что. Поэтому все хорошо. Ну и в миде, когда отметил Пак. Ну, здорово все у Пака. 7-3 против 4-3. По Нетверсу. Сейчас глянем быстренько. 1600 на... Ну, короче, понятно. Пак забрал два фрага и ассист. Причем, наверняка, ФБ. Давайте пролистаем вот этот вот список. А, он еще не листается пока что. Серьезно? Или его тоже? Это из-за того, что пауза. У меня он, честно говоря, никогда не листался. А может быть отключили нам листалку? А, не, все верно. Господи, я просто смотрю, пытаюсь понять, где баунти руны. И совсем забыл, что сначала было три фрага. Да, Койква забрал ФБ. Койква забрал Стэн Кинга. Койква забрал одну баунти руну. При этом Квин оф Пейн не забрала ни одной баунти руны. Это сколько же он золота получил? 282 и 128. Но это 400 золота. И баунти руна 500. То есть он просто на 500 золота больше имел в самом начале? Ну, мне кажется, это шестко. Ну, знаешь, как раньше такое. Я не знаю, сейчас, наверное, тоже так можно. Да, сейчас, наверное, тоже так можно делать. Но так никто не делает. Можно просто, ну, если ты срандомил саппорта какого-то, пятой позиции, и тебе, в принципе, ничего не надо, ты просто можешь мидера своего на боттл впулить. Купить ему боттл, отдать. Вот примерно такая же ситуация сейчас у Пака. То есть его практически запулили на боттл. Потому что настолько больше денег получил, что это дикость, конечно. Больше нереально получить. Если только еще параллельно, там, твоя команда раша, она не заберет, наверное. Еще ты с этого деньги как-то можешь аппликнуть. Ну, круто, круто, конечно. У Койквы все должно быть супер хорошо. На центре у него уже 2-0 талисмана. В то время, как у Квинов Пейн, ну, то есть, даже вот, ну, нет на 2 составляющих. Да. Пак сейчас тебе уже боттл притащит. В общем, Койквы, если не растеряется, то он мид должен выиграть просто нереально. Квапа забирает руны иллюзий, но они вообще ничего не дают. Сейчас Пак их, по идее, должен легко убить арбом каким-нибудь своим. Или просто вот так. Их надо контролить, да. Они, в общем-то, дают много ими легко ластхитить крипов, но Пак слишком легко их разбил, да. Плюс 12 для Пака. Опять подфилил. Да, как будто этому Паку и так мало. Но пока что по крипам еще более-менее держатся, потому что здесь, конечно, Пак, у него очень хорошая тычка. Он мог бы вообще с таким преимуществом. Ну, вот он боттл, в то время как здесь нет второго талисмана. Койква сильный игрок индивидуально. Это всегда была его сильная сторона. То есть у нас есть игроки, которые как бы такие тактически более сильные, там, в мидгейме могут дожать. А есть вот, которые прям тебя душат с самого начала. Койква, скорее, из этих игроков. Да, играет он агрессивно, как правило. Ну и пока что все хорошо. Тоже, да, энчанта с третьего уровня, с крипом. Ну и Лекан тоже подрегенивает с инферал импульсом. Пошел размен, хауль, здесь пошли крипы. Нистовый махач. Мешают Лекану добивать крипов. Он пока не сильно проседает. Но отставание от Свена незначительное, это довольно критично. Потому что в перспективе это может быть довольно жестко. Кентавр дает стан. Сейчас убьют Лекана. Да. Пожалуйста. Эритсу погибает. И на самом-то деле DC здесь будут намного сильнее, когда начнется ночь. Потому что Бульба получит. У него уже третий левел, да? А сейчас четвертая минута. Это две баунти руны. Он почти будет четвертого. Он сможет вкачать либо... У него уже будет второй воид. И он возьмет в двойку либо Сайл... Ну, как бы, либо... Hunter and the Knight, либо Сайланс возьмет в единичку. Будет крайне опасен. Он еще контролит паверапы. Паверап не спавнится. Но в итоге... Ну, зря он на самом деле на паверап пошел. Потому что... Он бы успел бы его проконтролить. А вот у Сайлансера руну бы отжать не помешало. Но в итоге мы видим, как Бульба перемещается в центр. И если он прокачает Сайланс на третьем уровне, то будет неплохой шанс убить Квинов Кайн. Здесь же еще и Брин. С во вторым Бринсапом, да. Ой, Клопа думала было блинкануться. Нападает под Сайланс. Еще один Сайланс. Забирают ее. В итоге Койко еще один фраг. У нас уже Аргентина, Ямайка миновала. Уже 6-0. 3000 преимущества. Вроде как Ночь. Ликану тоже дает некий бонус. Это Хауль. Но Хауль первого уровня. И как мы понимаем, Ликан-то вообще стоит пока на линии. И взял Волков. Ну, в общем, да. Тут Ночь явно будет за командой DC. И что? Еще один фраг. Бульба. Да, это 7-0. Попытка будет размять Бульбу. Но идет сюда Бейн. Бейн подсейвит. 7-0. 3000. Вот это развал. Давайте взглянем на Нетворсы Квапы и Пака еще раз. 2 800 на 1300. Уже полторы тысячи больше. Так, выход на Пака. Вот сейчас. Сейчас нужно его взять. Нет, Сенкинг уходит на топ. Сюда перетянулся Сайленсер просто. Ну, как его взять? Его не взять. Надо, чтобы он Арбу потратил. Это даст какой-то мизерный шанс убить Пака. Но Пак пока Арбу утратить не спешит. Тем временем в боте умирает в очередной расе Рипсу. Вот вчера примерно так же оптики отъезжали от команды ВГД. То есть их вот месили таким же разрывом. Тоже все лайны были у них проиграны. Но в топе там более-менее, конечно, Сенкинг себя хорошо ощущает. Мэйсона. Вот будет пятый левел. Но его зажали в вышку. И Сенкинг отсюда уходить не особо хочет. Пытается сейчас забрать Свена здесь. Бэйн телепортируется. Бэйн уже на месте. Хочет Найтмар скинуть. Кидает Найтмар на Сайленсера. Сайленсер, похоже, отсюда никуда не уйдет. У него нет ни телепорта, ни тапка, ни виндлейса. Вообще хоть чего-либо, чтобы ему помогало уйти. И он легко погибает. Так, что это за... Ага, это сентри вард от команды DC. Мало ли, тут какие-то варды были. Подходит Койква, чтобы обеспечить фраг на Тайтхантера. У Тайтхантера еще 12 стиков есть, но слишком много магического урона. И Тайт не выживает. 4-0-1 пак. 4-0-1 на седьмой минуте. 10-0, 3000 преимущество. Энчантрос сейчас еще и с двумя катапультами начинает подпушивать вышку. Захиливается фласка. Эликан пытается убить катапульту, но катапульт уезжает, подъезжает, делает выстрел. Эликан, конечно, сейчас добьет Кату, добивает Кату. Вышку с Донайт не получается. 4 тысячи преимущества. Какая жесть. Уже скоро будет 5. Это довольно большая разница в 4 тысячи в шестой минуте. Это очень ощутимо, потому что у каких-то героев начинают появляться грейженые тапки. У кого-то фейзы, у кого-то ПТ. У кого-то себе арканы может купить. Ну, вейл, у Пака это, да, конечно, прикольно. Но вот важно, что у Энчантрос такие артефакты хорошие, потому что МСС сейчас будет доминировать на карте. И единственный герой, который может что-то вообще сделать Энчантрос, это Квин оф Пейн. А Квин оф Пейн проиграла мид очень сильно. Шестой уровень против седьмого по Нетворсам. Давайте уже переключимся. Тут крипстаты. 3 800 на 2 100. Практически вдвое проигрывает Паку. У него уже следующий артефакт скоро будет. Он подходит. Наверное, Блинк будет. Когда Пак с Блинком, Клопа вообще проигрывает ему по всем статам. И вот он, выход куда-то на топ. Бегут под смоками. Надеются взять хоть какой-то фраг. Демон здесь... Ну, демон здесь должен погибать. У Снейкинга есть ультимейт. Демон, конечно, потянет время... Летит сюда. Летит сюда Энчантрос. Копают Бейна. Бейн. Погибает. Нажал стики. В этот момент Квин оф Пейн опять погибает. Пока выходили сюда. И МСС никто не может взять, потому что он на фейсах. Он очень быстрый. Лекан пытается угрожать ему. Но он быстро бегает, но бьет довольно... Медленно Снейкинг! Снейкинг сейчас умрет. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, это уже какая-то... Жесть. Энчантрос просто отстреливает Тайтхантера, как... Как в каэсике в каком-то просто. Раз, раз, раз. Сейчас еще и Стэн Кинга убьет. Да, все, он уже не должен уходить. Он пытается здесь замансить. Ну, куда? Как ты убежишь от Энчантрос, самого быстрого героя в доте? Да еще и с фейзами. Энчантрос просто двух героев выщелкивает. В этот момент Пак убивал Квапу. Ну, мы этого не видели. Но это очень печальная история. Ну, в принципе, да. Там особо не на что было смотреть. Атак на Свена. Не хочет тратить ультимейт. И Мейсон нафидел. Мейсон стал вторым, кто нафидел. Все-таки первым умер у нас Бэйн. Но Бэйна тяжело в этом обвинуться. Он там нормально все сделал. По итогам. 5000 преимущества на 9-й минуте. Меня больше смущает то, что Сайланс Раут только 4-й уровень. Сейчас на 9-й минуте. Ему надо где-то... Ну, то есть ему нужно оставить лайн, чтобы он глобал взял. А как ему оставить лайн, если Квапея самой хочется там попармить? Ну, вот Квапа Пакагангала, Сайланс Раут и Миди получают экспу. У Тайдхантера есть уже тот уровень. То есть есть реведж. У Сайланс Раут появится глобал. Можно будет что-то придумать. Можно будет на кого-то напасть. Нажать глобал и попытаться убить своего соперника. Свена неплохо было бы подкачаться. Он слишком слабо отрывается от Ликантропа. Ему нужно больше золота. Что там с Эншентами? Больше золота. С Эншентами вроде бы чуть-чуть так поднастаканы. Так хотят убить здесь Ирицу на центре. И убьют, скорее всего. Да, тут Сайланс. Отличный Dreamcoil на двоих. Пытается уйти отсюда Сайлансер. И уходит. Не хватило урона на него. Ну, Ликана забрали. Сделали то, что хотели. Самое главное. Да, по обжекте вам еще DC надо как-то поработать. Сломать вышки. Тир-1 в топе, тир-1 в миде. О, успевает Детсайланс. А, тут же в центре стоит, да. Поэтому и успевает, собственно говоря. Свен выходит на него Тайтхантер. Свен просто откидывается молотком. Ну, Свен это слабое звено, конечно. 3-400 Нетворса. Зато все остальное, посмотрите, какое сильное. У Паку уже скоро блинг. А у Квапы еще нет Ботла. Ну, ПТ-шка есть, правда. То есть она пошла в такой вот билд. Ну, это печально. Это очень печально. Смоук разбивают. 5 тысяч на 10-й минуте. Можно отыграть. В принципе, можно как-то хорошо подраться. Отыграть преимущество. И игра выровняется. Но если проиграть драку, то дальнейший сноубол будет уже практически необратимым. Вот сейчас Койква. У него почти блинг. Его сейчас... Убить было бы неплохо. Он потратил арбу. Но он... Да, он не реагирует. Уходит шифт. Но его загрызает. Отличная игра. В пятером здесь вышли на этого Койква. Загрыз его волк. Потратил все-таки арбу. Дождались этого момента. Причем так по таймингу прям потратил. Когда сюда был выход. 3-16 счет. Выход на Бульбу. Бульба под замедлением. Есть фейсы. И неплохой реведж. Цепляет двух героев. Минус Бульба. Ну вот он пошел. Камбэкочную. Завозите. Завозите камбэкочную. Демона тоже могут убить. И еще минус один. Как заработали, так и отдали. Даже, я бы сказал, может быть попроще. Хотя преимущество все еще 5000. В фраге, видимо, не так. Нет, в целом все хорошо. У DC соперник сейчас потратил реведж. Реведжа больше у Тейтхантера нет. Это значит, что DC могут себе позволить. Ну, либо абсолютно свободно там где-то перемещаться по карте и фармить. Потому что в AGJ Шторм нужно несколько героев таскать для того, чтобы хоть кого-то убить. Ладно, там убьют, допустим, еще разочек какого-нибудь Найт Сталкера, который будет далеко заходить, пытаться варда ставить или кого-то контролить. В этот момент Энчантрос там очистит весь лес, подберет баунс и поставит какой-то вард, может быть. Свен стаки заберет. Ну, то есть пространство будет создаваться само по себе в пике DC. Ну, а можно, конечно же, просто нажать смолк и попытаться подраться с соперником 5 на 5. Потому что у него нет реведжа и он 5 на 5 без реведжа не такой сильный. Выход на центральную вышку, здесь Энчантрос Катапульты. И на самом-то деле, вот благодаря этому во многом разрыв не сократился, потому что Инча спушила вышку. В то время как находит Ритсу, сбивают МОТП, здесь пак на хосте. Ритсу погибнет. Не жалеет на него Дримкоил. Ну, а чего жалеть? Чего жалеть на этого волка Дримкоилу? А тем временем Квапа, выход на Энчантрос, Энчантрос. Есть 4-ый хил, но Квин оф Пейн очень аккуратный нужно быть. Так как у Энчи имеется Импетус. Ну и в итоге вышка тут падает. Выходит Бейн, сейчас может поймать. Да, Бейн ловит в ульту, еще МСС забирает вышку. В итоге Глобал вынужден потратить для того, чтобы засейвить Риою. И Риоя выживает, но ценой Глобала 6 тысяч. Вышка еще одна потеряна. Довольно печально. И Свен начинает подтягиваться потихоньку. Вот Свена пока не хватает, единственное, кого. Силенсера находят. Силенсера тоже убьют. Да, Силенсера тоже убьют. Очень быстро. 5-18. Да, несмотря на то, что DC довольно серьезно лидирует, и они просто овнят, я бы сказал, Бейн вообще какой-то нищий у нас. Он все тратит на варды. Ну, как-то я даже не знаю. Варды это, конечно, прекрасно. Хорошо, и Соло своим примерно доказывает, что когда ты тратишь все на варды, твоя команда как бы может выиграть. Вот для этого, конечно, нужны исполнители очень хорошие. Виртус Про такие исполнители есть. То есть, Виртус Про просто у них очень крутой игрок на четверке, очень крутой игрок на оффлейне, очень крутой игрок на кэри, очень крутой игрок на миде. Поэтому Соло не обязательно иметь какие-то артефакты для того, чтобы выигрывать. Он может просто какую-то хорошую тактическую работу выполнять. Да, ребята как бы там дальше за счет Вижена разберутся. Ну и скиллы их скидывать. В команде DC все немножечко не так, поэтому здесь немного некорректно говорить, что Бэйну там вообще ничего не надо. Да нет, ему надо, хотя Барканы тем временем убивают у нас. Сент Кинга в топе, Койкова с дабл дэмэджем не прощает. Да, 1400 у него. Ну, интересная теория по поводу этого Бэйна. По факту Бэйн у нас получается какой-то вот от DC, как, не знаю, какой-то бомж из Монте-Карло. То есть как бы с одной стороны он в Монте-Карло, а с другой стороны он... Он все равно бомж. Он бомж, да. И вот здесь он как бы за выигрывающую команду, большое преимущество, но у него самый маленький Нетворс и условный там какой-нибудь работяга из Урюбинска он имеет больше, чем бомж из Монте-Карло, как, например, вот Сайленсер или Сент Кинг, который уже... Хотел сказать, работяга из Фрязина? Работяга из Фрязина, да. Нет, работяга из Фрязина имеет вообще максимально много. Так что тут даже я бы не стал сравнивать. Тайтхантер. Повесили ему Сайленс. Поставили на него. Еще один Сайленс повесили. И еще раз он застанился. Он упорно не хочет давать ультимейт. Нет, он дает ультимейт, а Энчандрос под глобалом не дает импетуса, потому что она под глобалом. Прыжок пака. Тайтхантер живет. Поймали Сент Кинга. Бак. Уходит. Сент Кинг минус. Хорошая игра от Бэйна. Демон здесь подконтролил здорово. Да, Тайтхантеру, конечно, очень сильно повезло, потому что он дважды был за Сайленсен. Потом, когда он вышел из Сайленса, он зачем-то порвал связку и встал в стам. И только глобал ему помог, потому что Энчандрос не смогла кидать импетусы. Ей бы какой-то лотос такой на перспективку, вот именно чтобы снять с себя глобал и продолжать стрелять. Да, лотос хорошей идеей будет. В общем-то там. Лотосы нужны. Нужны и Найтсталкеру, нужны и Энчандрос, и Бэйну, которым можно, например, из аркан тапок потом собрать, разобрать арканы и купить лотос. Лотос хороший артефакт. Нынче. Даже несмотря на то, что перед лотосом не собьешь какой-то хекс, который в перспективе может появиться у Квинов Пейн. Квинов Пейн умирает в боте, прервал Койква. Телепорт Роя. Никак не выговорить его никнейм правильно. Да, очень тяжелый никнейм. Заковыристый, да. Но, в общем-то, умирает Квинов Пейн. Отдают стрик еще паку, еще немножечко под фарму. 0-4 у нас Лекантроп, Квинов Пейн 3-4. 3-4. Ну тоже не очень здорово. Энчандрос тем временем. 4-0-6, 9-0-6, обгоняет даже пака своим медасиком. Но пак берет Юл. Это значительно увеличивает его способность выживания. Не берет таланта, потому что важнее, как можно быстрее получить четвертый шифт. Ну и, собственно говоря, сейчас он уже очень жестко будет раздавать и очень тяжело будет его убить. Глобал теперь не проблема. На варде разбивают сейчас смок. Это должен быть сигнал для команды Вичи Гейминг Джереми Шторм. Посмотрим, как они отреагируют. Должны как-то, может быть, подбайтить. Может быть, подбайтить. Ага. Тайт пытается что-то сделать с Ньчой. Но Ньча просто кидает в него копья свои. Вот сейчас, может быть, будет выход на Ньчандрос? Ну как же Ньча? Ньчандрос сама подбайтила. По-моему, забыли уже, что здесь смог. Вышли. Вышли из смока. Видели это на варде. Но Ночь прыгает на Тайтхантера. Тайтхантер глобал подключается. Бак поднимает себя в Ю. Есть Шифт. Не успевает уйти в Шифт. Квин оф Бэйн сдувает Бака. Нет. Нет, он живет. Он каким-то образом живет. Он успел уйти в Шифт, но погибает. В итоге Ликана поймали. Бэйн начинает бить его. Свен. Отличный реведж попадает по всем самым краешкам. Мэйсон кайтит его. Ой, как же его кайтит. Мэйсон погибает. Это минус 3. Каким-то чудом никого не смогли забрать DC. Провал. Да, защекотали Ликантропа, но демиджа не хватило. Ликантроп в итоге выжил. Могли бы его убить. Ну, надо БКБ Свену. Ну как? Тут драться нереально. Вот без БКБ на Свене то реведж, что стан. Под курсой ты замедленно все время бегаешь. Тебе анчер смешем демидж срезают. Нет. Чушь какая-то. Надо БКБ фармить обязательно на Свене в этой игре и не ощущать. Мне кажется, еще немножко выбор цели подводит. Вот Тайтхантер, которого второй раз пытаются убить. У него Мека, у него Кракеншелл, которым он все скидывает постоянно. И каждый раз выживает. Пак там тоже, конечно, каким-то чудом спасся, но ему пришлось поднимать себя в Юл в неблагоприятное время, когда не было ни арбы, ничего. Потом он каким-то чудом смог уйти в шрифт, но дальше все равно ничего не смог сделать. Не смог блинкануться. Поэтому печальные новости здесь для команды DC. Все равно у них преимущество, правда, но они не могут его развить. Десяти к интеллекту берет Пак. Это на 15-м уровне, получается, взял первый талант. А скиллы все-таки важнее выкачать. Да, скиллы для Пака очень важная штука. МСС. Пока что очень сильно глобал мешает, в том числе МССу. ВГД. ВГД выходят, но нет. Не поймают они энчантрас. Не знаю, вообще меня не впечатляет пока что эта игра. Какое-то тотальное преимущество у DC, но при этом они не могут его довести до логического какого-то завершения до ума, что ли. Да, выглядит это, мягко говоря, странно, но может быть с началом новой ночи они смогут что-то придумать. Реведжи нет еще 25 секунд, и в этом окне DC могут действовать. Если они не будут действовать, то тогда им надо продолжать фармить. Просто на протяжении следующих, минут 5-6 пока у Свена не появится БКБ, пока у Пака не появится какой-то еще слот, может быть чинчантрас купит себе аганим уже к тому моменту и будут все поплотнее, пожирнее, в ГДжи перестанут убивать за реведж кого-то. Это уже будет неплохой шанс для команды Digital House хорошенько подраться. Ну да, как обычно в доте, вроде бы преимущество есть, но надо еще немножко пофармить, потому что реализовать это преимущество без ключевых артефактов тяжеловато. Можно только вот так подслиться. Но все равно даже вот несмотря на проигранные драки 3 в 0, несмотря на то, что где-то какие-то камбэки пытаются сделать в ГДжей, они как-то слишком медленно фармят, просто нереально медленно фармят, и они чуть ли там не тысячу в минуту проигрывают. Нападение на энчантрас, ну у нее пика. И скоро гоним уже. МСС прям решил очень жестко энчантрас какой-то показать. На самом деле вот так вот доделать аганим, потом либо лотус, либо БКБ, а лучше там наверное и то и другое, и он просто... Ну и в конце добавить еще муншард, не съедая, а просто вот положить в слот. Мне кажется, с такой энчантрас уже будет очень тяжело что-то сделать. Она чуть ли не главным демэдж-дилером станет. Она будет главным демэдж-дилером, и при этом энчантрас убить будет практически нереально. Вашу глобал, но вот пока энчантрас убивают. Ну не то, чтобы легко, все-таки два ультимейта потратили крупных, глобал и сониквейв. Но сониквейт раз разобрались, да, хороший стрик получает сникинг. Три ультимейта, но... А еще эпицентр был, эпицентр тоже был. Ну не знаю, как бы здесь, конечно, DC действует так очень... Так, будет ли сбить ДТП? Да, сбивает ДТП с Саунсеру. Саунсер поджигает пака. Никто не может помочь, поэтому здесь пак, конечно, одолеет своего соперника. Так, на миде у нас подслипали Тайда, но хватать Тайда бесполезно. Хотя вот, может быть, сейчас попробуют вместе все. Вейл пошел, арбуз сразу назад. Не могут взять Тайда. Короче говоря, очень странно DC действует, они потихонечку вот такими вот своими какими-то загулами отдают преимущество. Причем эти загулы ничем не обусловлены. Просто такой неосторожный фарм. И это даже не где-то какой-то фраг, который пришлось сделать в смоках, зайдя во вражеский лес. Нет, просто на миде. Они просто стоят на миде и ждут, когда DC в очередной раз выйдут. Ну, пока более-менее. Даже вот не знаю, если бы начало так сильно не... не сложилось в пользу DC, как бы эта игра складывалась, потому что в AGJ не выглядят хуже. Они до начала слили, но... начало было слито ими просто потому, что они пошли на баунти руну драться и оказались слабей в какой-то момент. Там отдали феррозблат, кучу фрагов, руны все по-нат давали. Ну, естественно, лайны они проиграли в таком случае. Кастуется эпицентр, в очередной раз нападают на ичантраст и рассыпается мсс. Ну, что это? Что это? Я не могу понять, почему это происходит каждый раз, и ничего, ее уже третий раз забирают на миде, или третий раз пытаются собрать, второй раз забирают, и опять ничего ведь не делают в AGJ. Они просто идут в мид, просто дают свои сплы и сносят вышку. И который раз забирают здесь энчантраст. Ну, ладно, сейчас хотя бы Сенкинг, по-моему, был в смоках, но все равно это не выход в какой-то лес, это не... Это даже гангом назвать тяжело. Это просто убийство героя, который стоит на миде. Перманентно. С панелкинг, да, тут в AGJ хотели Рошана забрать, и, естественно, в AGJ в такой ситуации будут отступать, провоцировать оппонента своего им нецелесообразно в данный момент. Ну, что там, Свен закончил свой фарм? Нет, еще не закончил. Еще пока нет. Угерклаб у него, Угерклаб, и есть деньги на Митрилхаммер, чуть-чуть остается до Блэкинг Бара Мейсону. Вейл оф Дискорд появляется у Сенткинга, Квин оф Пейн доделывает БКБ. Тедхантер берет дэмэш редакшн на 15-м уровне вместо таланта на экспи гейн. Тедхантер дэмэш. Да, ему талант на экспи гейн вообще-то неплохо помогает по игре. У него на 20-25 уровнях очень крутые таленты. Ну, надеется, Сниклинг, что и без этого таланта сможет докачаться. Ну, по этой игре я уже даже не знаю. Здесь DC очень долго уже не выходят, а все их выходы это какое-то фиаско сплошное, но, возможно, вот с БКБшкой Мейсона что-то изменится. БКБ, конечно, сделает его боеспособным в драке. Ну, посмотрим. Все равно будет Глобал, все равно будет Реведж. Не на него, так на остальных героев. И, конечно же, Лекан, который будет пытаться убить. Минус 5 секунд перезарядки. Кстати говоря, давненько я не видел, что брали вообще этот талант. Заход на Рошана. Обычный в Тайдхантера, кстати, хороший талант. У него сработал кранкиншел, а ты ему еще раз сайлант скидаешь. А, в этом плане? В этом плане, да. А у него еще раз сработал кранкиншел, и он дал террор. А ты ему еще раз кидаешь, да? И ты ему еще раз кидаешь. Правда, у Тайдхантера могут гризы появиться. У него будет возможность сбросить в себя сайлант с гризы, не только кранкиншелом. Вот это накал. Посмотрите, какая борьба. Команды уже 26 минут ведут упорную борьбу для того, чтобы занять мид. Ведь как в шахматах в доте центр это самая важная часть карты. Поэтому энчантерс просто не уходит с речки с этой. Она постоянно здесь. Но команда Вичи Гейминг Жереми Шторм потихоньку потихоньку начинает осознавать, что возможно можно пушить и другие линии и выходить в другие части карты. Это становится настоящим сюрпризом для DC. Посмотрите, они так, вот сейчас Свен выходит. Свен с БКБ. Нашли Ликана. Прыжок в Ликана. Ликана подцепили. Свен бежит за Ликаном. А, Ликан, Ликан привязан на цепи шарик. Срывается с цепи Ликан. В этот момент уже минус 0 Бейна. Энчантер закидывает импедус. Очень больно Ликану. Ликан уходит. Сенкин. Есть реведж у Тайтхантера. Тайтхантер дает реведж. Это минус 2. Какая жесть. Первая БКБ на Свене. И так бездарно проюзанная Бульба. Бульбу убивают. Мейсон дает стан. Неплохо. Меха заходит. Отличный игрок с Сенкинга. Сенкинг успевает застанить трех героев. Мейсон начинает фармить крипов прямо в драке. Но это не лучшая идея. Может быть пытался как-то через сплэш прохарасить соперника. Не знаю. Пак уходит и он становится единственным выжившим. Одна квапа разменена на четырех героев. Вау. Ну как-то получилось не очень. Не знаю. По-моему они ожидали что кроме Ликана тут вообще кто-то есть. И Свен поэтому просто рванул за этим шариком который был на цепи как в той самой песне. Но Ликан просто спокойно там помансовал по лесам и все. Пять тысяч остается. Ну скажи что-нибудь Форс скажи почему так происходит. Сделай аналитику. Проанализируй это. Не знаю. По-моему DC просто не могут собраться в тот момент когда вот этих хантера нет реводжа. Это же так просто. Две с половиной минуты у него кулдаун на реводжа. Вот он недавно его прожимал относительно недавно там минуту назад. Можно сейчас прямо сейчас там нажать смоук и ну заспавниться Свен нажать смоук пойти подраться. Потому что основные проблемы у команды DC из-за реводжа. Вот даже предыдущую драку они начинали. Если бы не реводж Чантрас не погибло. Там квапа бьет в БКБ конечно же игнорирует Untouchable. Ликантроп больно грызет. Но у Ничантрас очень много хп. Есть виспы четвертого уровня. Есть пика. Если что можно как-то там сменить позицию. Да там увернуться отчасти скиллов или уйти из-под фокуса. Но из-за того что Тайхантер дает реводж и попадает в МСС он не может ничего подобного сделать. Драка разделилась очень неудачно для Digital House. Это наверное главное вообще. Ликантропа не смогли убить быстро. Ну короче куча проблем куча недоработок в Teamfight в Digital House из-за того что просто не они нападают первыми. Им надо напасть первыми тогда когда у Тайхантера нет реводжа. Вот и все. Так вот вот сейчас например у Тайхантера нет реводжа но из Global реводж откатывает. Пак поднимает себя в елку. А Па в БКБ пытается зацепить пака. Пак очень неплохо доджит всю агрессию. Пак перехитрил. Он думал что он перехитрил но он не перехитрил. Он перехитрил сам себя. Нет он уходит в shift. Свен дает отличный станчик начинает резать 2х с флешем должен забирать. Забирает Квапу Мэйсон забирает селансера режет Тайхантера Тайхантера 2 секунды до реводжа но он не успевает его дать в минус 3. Вот оно вот оно золото где было завтра. Ну в этот раз вопрос к команде ВГДжей. 10 секунд или там 15 секунд им требовалось просто стоять и никуда не идти подождать реводж и они были бы в полной боеготовности. Но они решили что они и без реводжа хорошо справятся и в итоге они сейчас проиграют Рошана. Правда тут есть фли который рассказывал ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой хватит ли дамеджа чтобы хоть кого-то здесь убить фли да хватает отправляют в таверну Найт Сталкера но все остальные игроки живые они Рошана бьют. Прям как в пабе когда ты зацарил а тиммейтов нету рядом все в таверне и ты в таверне ну где вы сдохли да где вы где вы умерли ну почему где помощь нет помощи ноль помощи что такое хотя по 1 там спелл реводж что-нибудь да да на самом деле Сент-Кинг мог бы наверное в том зависит пополезнее как-то сыграть но это командная ошибка это не ошибка там конкретно Квинов Пейн ошибка там конкретно Тайда я не знаю может кто-то кол какой-то дал типа ребята да сейчас мы их без реводжа давайте го-го-го он будет там драка растянется в конце концов реводж появится мы можем выиграть но драка растянулась реводж появился но давать его уже было бессмысленно потому что там пара героев погибла а по-моему реводж даже не появился Тайдхантер умер у него в кд у него там прям вот когда последний предпоследний бетус залетал он откатил появился реводж да и там уже последний залетал ну Тайдхантер не стал этого делать сейчас Сент-Кинг потратил ультимейт но пока он выйдет сейчас 38 секунд я думаю успеет появиться к следующей драке вообще-то говоря 8000 преимущества там пусть даже Аегис с УДС это не так плохо как было изначально когда преимущество было ну почти такое же но это было там не на 33 минуте а на 17 минуте оно вот даже было больше поэтому сейчас я бы сказал что ситуация тяжелая для Вичи Гейминг Джереми Шторм но она играбельная посмотрите на этих красавцев Ликанский расой Грейвзы у Тайда рефрешер делает себе чтобы там уж пережидать БКБ Линкенсферу делает вот это интересно ну это на кого-то вешать из своих наверное не знаю зачем самому-то ну Бэйн конечно тянет ой-ой-ой как нет БКБ успевает нажать Свен красиво красиво сыграл Сэн Кинг вот Сэн Кинг просто думает на шаг вперед он форстафнул Квапу и здесь уже Тайд а у Тайда есть реведж Бэйн жертвует собой в этот момент влетают в Ликана Ликан ультует его нужно подцепить какие импетусы ай-яй-яй хотел Вейла Ликан переобузить но импетусы ганимом пролетел слишком с большого расстояния и обузь не обузь тут еще не все тут еще не все тут пак МСС кидает импетусы боже ты мой что это за дэмэдж МСС это Авара Гедавра какая-то летит это честный герой энчантры балансный честный герой зато у нее столько артефактов ну вообще столько артефактов но у нее не самый большой на этот раз но она конечно раздает как будто у нее там ну ладно с энчантры можно бороться это я так к слову она она очень сильна на лейне врывается Сэн Кинг с эпицентром нет Блэкинг Бару у Свена но у него есть АЕ полетели снова импетусы часть из них попадает часть нет но Сэн Кинга все-таки убить удается и улет пака что у нас с лайном реверш кстати говоря так и не был потрачен ну да как-то Тайт не нашел момент в итоге сохранили конечно линию но потеряли терр 3 потеряли много героев я склонен винить во всем Ликана в этой драке потому что он конечно пытался зайти в спину но в итоге в спину зашли ему какой там урон был у энчантрас я все жду файт рекап но походу он решил не появляться или где-то появился когда я не заметил хотя все равно там уже непонятно будет но вот я бы посмотрел сколько именно в Ликана влетело потому что он еще просто так красиво вышел он выключил армлет в этот момент в него попал импетус и такое ощущение было что он просто тысячу урона нанес если не больше но там конечно было не так много пак берет себе 420 золота в минуту и покупает все равно талант на золото слишком хорош для пака как ни крути может быть знаешь когда пак и так чувствует что он там супер одетый есть какой-то алхимик может быть имеет смысл взять вот этот вот и он чувствует что игра затянется в такой лейт что он выформит свои артефакты или какой-нибудь убил там такой нестандартный может быть имеет смысл взять конечно в перспективе мы понимаем что rapid fire он крутой просто понимаешь для того вал хотели как сделать они хотели они постарались убрать бесполезные таланты на героях то есть вот они на 25 уровне талант был на скорости для арба да то есть либо ты берешь ускоренный орб либо ты берешь золото очевидно что золото лучше и никто орб не брал ну там брали люди но это был там пранк откровенно говорят там и так можно было победить вот и неважно что вы там пак выбрал вот и они как сделали они с 25 уровня талант на скорость арбы переместили на 20 который граничит там с талантом на сайл ну тут реально можно подумать что лучше да вот в данной игре койку например решил сайланс а на 25 надо что-то ну получше какую-то альтернативу придумать с золоту добавили талант на дэмэдж с дримкойла чтобы он стрелял но для того чтобы его хоть кто-то брал надо было понерфить талант на золото но сделать не 420 а хотя бы 350 ну это же ну беспредел 420 золота в минуту да скажем так пак начинает задумываться о том чтобы взять талант на атаке по жертвам дремкойл только когда у него уже там слишком много артефактов тем более вот он сейчас взял себе талант на гпм и собирается в такой билд что ему этот талант ну вообще не нужен он собирает себе догоны если бы он собирался через какой-то мьёльнер там знаешь когда нету каких-то дамагеров вообще и нужно ну как-то нужно дамажить физикой хоть что-то делать тогда да ну пятый догон ему особо не дает урона с руки 185 урона это маловато койко находит снэйкинга тут вообще все как-то кто кого находит непонятно прыжок пака догон минус бах импетус ну нашли демона и кажется демону будет плохо хотя хотя импетусы летят импетусы летят пошел глобал тайтхантер пытается сделать тп нет какой бы жирный бежен и мсс все-таки дал тычку мэйсон мэйсон бежит мэйсон кайт не дает эпицентр кастуется кажется где-то не 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 показалось мне просто слышал похоже звук показалось что санкинг кастует эпицентр но опять-таки заставили тайтхантер прожать реводж и рошан может в ближайшее время заспавниться от полутора до четырех с половиной минут свен докачивается до 25 посмотрим что он выберет силу или кд на штурмхаммере ну сила сейчас важна вот какие статус-эффекты есть у команды вгдж и сайланс считается статус-эффект да то есть чем больше у тебя силы тем меньше на тебя действует короче статус-эффекты это все кроме стана или стан тоже статус-эффект серьезно что ли да елы-палы то есть любые дизейбл вообще хоть сколько там есть наверное какие-то что-то исключения ряд исключений из серии ченнелингов наверное каких-нибудь которые зависят исключительно от время каста или каких-нибудь там с уроном связанных это вообще довольно важные изменения надо потесить потому что сейчас тиния становится очень популярным героем а у тини на ульте там дополнительный резист статус-эффект я просто посмотрел на талант свена на 25 уровне и как бы 40 дополнительных сил это же не просто как бы здоровье и урон для свены еще и дополнительное сопротивление статус-эффект надо как-нибудь проверить действительно надо сделать на эту тему ролик ролик всегда идеально идеально но к сожалению я уже не успею ну как что значит все ты умираешь уезжай в командировку завтра после погоди так ты же тоже уезжаешь в командировку не я только 23 меня меня оставили во фрезен из фрезен так просто не уедешь я понял ладно пусть я река как предположение сделали на рейдите что валв написали что рейтинговая система через две недели но так как они как бы корпорация валв не привязана к она живет в своем временном как да в своем своем времени короче говоря смысл в том что две недели могут длиться там для них пару месяцев потому что они живут вне времени скажем так это мы все живем в четырехмерном измерении ну да немножко поэтому для них две недели это что-то особенное как знаешь даем на ответ в людях в черном даем на ответ галактическую неделю сколько это а это там 24 часа или что-то типа того минус санкинг тайтхантеру тоже очень больно минус тайтхантер ну даже не знаю байбэк от тайтхантера но сайлансер получает 1800 критулю минус сайлансер свэн взял все 40 сил поэтому 4200 хп тайтхантер ворвался всех пятерых попал реведжем но что-то как-то это не помогает свэн все равно рубит ультимейт клин оф пейн пытаются забрать мсс мсс живет подрубает хил и на развороте дает импетус но санкинг успевает увернуться клин оф пейн тоже уходит правда свэн продолжает резать уже без ультимейта урона все равно много слипит клин оф пейн будет ее минус квапа ггвп минус сколько вообще в этой драке сделали минус 8 минус 7 да там было 3 байбэка кажется если ничего не путаю выкупался санкинг выкупался ладно мы уже не успеем к сожалению посмотреть санкинг выкупался тайтхантер выкупался минус 7 значит да да забавная конечно игра получилась очень хаотичная но тем не менее диджитал хаос выиграли с счетом 39-18 поначалу казалось что они должны закончить намного раньше но но не подфидели чуточку подфидели да чуточку подфидели чуточку расслабились где-то может быть потеряли концентрацию потеряли контроль на карте и вогаджей за счет нескольких смоков смогли могли нанести ответный удар но диджитал хаос все-таки не ушли в нокаут после этого да собрались мыслями пофармили и выиграли ну так и надо делать если ты вдруг начинаешь проигрывать и выиграли